Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня посылка с интернет-магазина Фиора. У Фиоры вышла новиночка камуфлирующая база. Мне очень нравится прозрачная кучковая база от Фиоры. И я очень ждала, когда же у Фиоры выйдет камуфлирующая база. И вот, наконец-то дождалась. Как обычно, попутно взяла и сопутствующие товары. У Фиоры на них очень приятные цены. Набор масок, обычный защитный от пыли маски, с очень миленьким узором. Не знаю, как отреагируют мои клиенты, но мне нравится. В наборе 5 штук. Еще овальные типсы взяла. Некоторые дизайны выигрышно смотрятся на квадратных типсах, а некоторые именно на овальных. Также 50 штук на кольце. Апельсиновые палочки. Лично у меня ни одна работа без этого инструмента не проходит, поэтому всегда беру про запас. Здесь 100 штук. Взяла пластину с кружевом. Давно хотела, но как-то то забывала, то не находила. А бывает в дизайне прям очень бы пригодилась, но приходится рисовать от руки. А от руки такие мелкие детали не очень получаются. Фрезы. В этот раз взяла все синим пояском. Сейчас маникюр получается у меня уже лучше, я увереннее его делаю, поэтому решила уже взять пламя синим поясом. Так как есть ручки, где красным пламенем очень долго приходится работать. И две звезды этой посылки, камуфлирующие базы. Флакончики такие же узнаваемые, как и у гель-лаков. Консистенция базы средняя, вязкая. База хорошо пигментирована. Сразу заметно, что она не полупрозрачная. Посмотрим, как будет смотреться на ногтях. Это номер 10-13. А вот на типсах база ложится плотным слоем. Я бы сказала, что это не камуфлирующая база, а скорее цветная. Но одно могу сказать точно. База отлично самовыравнивается. База номер 10-16. На первый взгляд, если по отдельности смотреть, базы кажутся одинаково розовыми. Но когда они рядом, сразу видна разница. Ссылку на интернет-магазин Фиоры оставлю в описании под видео. Материалы итальянского качества. Работаю с ними давно и очень довольна. Так что смело рекомендуем. А я перехожу к работе. Вот ручки. Здесь очень красивый дизайн. Клиентка говорит, что многие обращали внимание, спрашивали наклейки. Но мы-то с вами знаем, что это рисунки, которые очень легко выполняются. Ссылку на мастер-класс с этим покрытием оставлю в описании под видео. Кому интересно и кто не видел, проходите. Снимаю старый материал и корректирую длину. Пилочкой придаю форму свободному краю. Заужаю точек в роста отросшую часть. Пилкой прохожу по поверхности, убирая естественный глянец отросшей части натурального ногтя. И так как будет выравнивание базой, то сейчас пилкой я стараюсь выровнять поверхность, убрать недочеты после фрезы. Чем ранее сейчас оставлю поверхность, тем проще и быстрее будет сделать выравнивание и получить красивый заветный блик. Пушером отодвигаю кутикулу. На этих ручках маленький, точнее сказать, неглубокий под кутикульный карман, да и капилляры близко расположены. Взяла самую маленькую фрезу пулю. Кстати, ссылки на все фрезы и заказы оставлю для вас под видео по отдельности. Знаю, без опыта трудно выбрать. Прохожу фрезой, вычищаю. Стараюсь бочком фрезы отодвинуть кожу. Таким образом получается чуть больше открыть под кутикульный карман. На этих руках работаю на скорости 12000 оборотов. В режиме форвард прочищаю с левой стороны. Все то же самое, только на реверсе и с правой стороны. Продолжение следует... Кожа здесь влажная. Шаром не удается ее сразу счистить, поэтому срезаю твизерами. А теперь своей новой фрезой шар шлифую боковые валики, убираю грубую кожу и шлифую кутикулу, убираю сухие участки и оставшиеся заусенчики. Убираю пыль. И, наконец-то, все готово к покрытию. На подготовленные обезжиренные ногти наношу праймер. Очередь базы. Выбрали 10-16 или 10-16. На этих руках отлично носится любое укрепление, поэтому сразу делаю укрепляющий слой без грунтовочного слоя базы. Укрепление делаю как обычно. Прокрашиваю весь ноготок, ставлю капельку и распределяю материал по ногтю. Переворачиваю руку ногтем вниз, база стекает в правильную форму. На самом деле, камуфлирующая база отличный вариант для клиентов, которые любят светлые нюдовые ногти. За один слой и укрепление, и цвет. А с базой от Фера еще и плотный оттенок базы. Смотрите, какая пельмешка! А если перевернуть руку ногтем вниз на 7-10 секунд, вот какой ровненький ноготок отправляем в лампу. Достаточно плотное покрытие получается. База действительно хорошо пигментирована. Все-таки в цветной базе есть своя атмосфера, свой шик. Ни одним цветным гель-лаком не получится добиться такого эффекта. Вы тоже это заметили? Для дизайна нужны цветные гель-лаки. На кисть-гребешок набираю, как на лопатку, все эти цвета и переношу на ноготь. Дизайн очень простой. Но подобные дизайны так нежно смотрятся. И, кстати, вы заметили, что за их выполнением всегда с таким интересом наблюдают клиенты. Чувствуешь себя волшебником в этот момент. Нужна прозрачная база. Наношу ее на ногти с дизайном. Добавим в дизайн немножко блеска. В основном выбираю мелкую пыль. Перекрываю все ногти топом. Белой гель-краской без липкого слоя прорисовываю дизайн и добавляю небольшие звездочки снежинки. Продолжение следует... Продолжение следует... Работа подошла к концу. Вот такие ногти получили. Очень нежный и очень легкий как визуально, так и в исполнении дизайн. У слада после сложных, насыщенных новогодних дизайнов. Надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, жду от вас лайк. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди много интересных видео. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать их. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok